Активисты Громадского объединения инвалиды-спинальники сострелились с выкладчиками и студентами факультета промыслового и грамадянского будовництва Белорусского державного университета транспорта. Основная мета – притягнение уваги будущих архитекторов да проблем людей с обмежаванными махчимостями. Алексей Цюров подековался, об чем и шла размова. Уголовный корпус Белорусского державного университета транспорта члены областного объединения инвалиды-спинальники тропляют без особливых проблем. Уже шмат годов тут иснують пандусы, які дозволяють рухаться по территории. Креху поздней, непосредственно подчас встречи с будущими архитекторами, означается, у Белоруссии затверджены отповедные будовничные нормы и нема поста указать об их массовых порушениях. И иншая справа, что навыд одинковые выключения могут сварить шмат проблем. Члены громадского объединения погоджаются, есть разные причины. Ни где той же пандус не дозволяють зарабить иснуючие коммуникации, але можно звернуться до альтернативных вариантов, так же подъемников, наприклад. Головно шукать мягчимости их реализации, а не спосылаться на тяжкости. Раньше у нас и телефонные трубки снимали, но это же не говорило о том, что не надо телефонные будки устанавливать, правильно? Значит, надо меры воздействия какие-то принимать больше, устанавливать или какую-то сигнализацию какую-то, или видеокамеры, или какие-то еще это самое. Но говорить о том, что кто-то, может быть, снимет или разломает, или еще что-нибудь, поэтому делать нельзя. Причина, которая улучшается наиболее часто, когда разговаривают в проблемах со створением безбарьерного сяродя, не хопая сроков, инвалиды-спинальники, с этим сгодны только частково, и они навык распроцовали властную презентацию, в которой продемонстровали основные порушения при проектировании и будовницах. По великим рахункам, брать частку бордюров, чтобы человек мог свободно трапить на тот же тротуар, проблемы не складая, как до речи, не потребуя из наших затрат и нанесения на скляные двери крам специальных полос для людей с дренным взроком. Некоторые владельники будинка, у нас двери ставят такой конструкции, что на тот же колясцы внутрь никак не трапить. Будущих архитекторов, такие, относенные до стандарта, у нас вот сдевляют. Олег, это соправдит так. Это бордюры, лестницы и узкие двери. Да, потому что это основные препятствия, куда, не преодолев их, не войдешь никуда. Хорошо, по лестнице еще можно как-то попросить, кого-то тебя подняли. Бордер, ты тоже кого-то можешь попросить, но двери, это все, это уже никак.